И мы продолжаем. И в красный угол октагона приглашается боец из города Каспийск, Россия. Он представляет команду Орлов Тих. Встречайте! Чава Полагай! Взывут как-то! Чава Полагай! Каспийск! И по-перёд! Едмесячный килограмм! Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... В синий угол октагона приглашается его соперника. Встречайте бойца по прозвищу Панда Самурай! Тиликаев Артур! И так в синий угол выходит Тиликаев Артур по кличке Панда Самурай. Его рекорд одна победа. Одно поражение на профессиональной арене. Это мастер спорта по боевому самбо. Первый взгляд по Панда Самурай. И первый взгляд по Союзу ММА. Тиликаев Артур! Тиликаев Артур направляется в Батадагон. Тиликаев Артур! Тиликаев Артур! Нас ждет дагестанское дерби! Совершенно верно! Совершенно верно! Вырагается. Вырагается! Тааааааа! Таааааа! Таааааа! Тааааааа! Таааааааааа! Таааааааааааааааа! Я игоорчу на коммуни então калах! Таааааааааааа, у меня с 3 5 7 000 кг. Мне с первого это боюсь, из красного угла. Ему 24-е года, Его рекорд по любителям одна победа и ни одного поражения. Он представляет команду «Арлог Ти» Казминск, Россия, Чо Балаганин. А справа меня все могут быть его соперник. Он представляет команду «Абар Ти» СНГ Кизелю. Его 25-гейм. Он по прозвищу «Банда Самурай Ти» Кань «Артур». По жестам Артура можно предположить, что он занимается у Шусаньда. Такие характерные жесты для китайских единоборств. Кулак приложен к ладоням. И мы знаем, что Абдакистане одна из сильных школ у Шусаньда. Шорта не хватает. 30 секунд дается фактор. Забить Магомед Шарипов как раз выходец из тагистанской школы. Санкт-Петербург. Кстати, и школа тайского бокса очень сильная в Дагестане. Много чемпионов мира по Тайскому боксу. Магомед Швартуцкий бомбардированный массаж у Шеха. Чемпионов�� шоу л辞ит. Как мы Kelvin Hoostlar and Silicione Two-Dogun heading сделать в Магомедии. Две ноги и Secondoger в Бандах. Оббардирование любого положения «Магомедира». А это на самом деле напоминает Ида, что он бомбардировался, потому как Джават напоминает по фигуре такой тяжелый бомбардировщик во времен Второй вировой войны, который выбрасывал огромные бомбы. Во время такой бомбардировки, что провели 30 секунд, даже на руке принимающей стороны. Готовы? Готовы? Бой! Да, чувствуется, что Джават с борьбой все хорошо. Легко он прошел дистанцию ближнего боя и сразу же вышел за спину вперед, спину джава, есть возможность наносить удары и подготовить плацдарм для атаки шеи. Не суетись, джава, не суетись, джава. Не суетись, джава, не суетись, джава. Метают своих оппонентов, уходят на дистанцию ближнего боя и здесь уже решает тот, у кого борьба лучше. Да, даже если не проход делает, то буквально сносит он джава, салата его соперника. Да, Артуру нужно движение, больше двигаться, не стоять на месте, не пытаться в статичной позиции остановить своего оппонента, это просто нереально Да, и даже по своим данным физическим он более длитый, нужно поддерживать дистанцию, придержать на дистанции На мой взгляд, работа Артура это работа с дистанцией, набрасывать удары и смещаться, постоянно смещаться, ни в коем случае не стоять подолгу на месте Потому как только Артур останавливается для Джавада, это сигнал для его атаки Он просто разгоняется и остановить его здесь, но очень сложно, массы Артура явно не хватает для того, чтобы просто ударами остановить Выпьи, выпьи его, выпьи Субтитры делал DimaTorzok 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 Добавил DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Добавил DimaTorzok Субтитры делал 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 DimaTorzok Я был тренер, которого очень сильно уважаю, любит, который всегда поддержит на карте, так же мой брат, что он заучает, а Владимир и брат всегда рядом в любом положении. Вчера мне вечно предложили бой, я был в Питере. Мне сказали, разница в 7 килограмм где-то будет, я согласился. Разницы нет, с кем драться. Да, разницы нет, все равно я согласился, он молодец. И вот с победой. Вот, все вклады. Нравится мне такой подход, разницы нет, с кем драться, когда драться. Бой, настоящий бой. Утром позвонили, вечером приехал, провел бой. Кстати, на заре своей карьеры Алексей Олейник проводил там в неделю несколько боев, причем абсолютно неважно, готов, не готов, какое там уведомление, длинное, короткое, кто твой оппонент. Просто звонили, Алексей, нужно подраться. Алексей выходил и дрался. Ну и пользуясь случаем, а время нашего эфира славно подходит к концу. Если у меня правильная информация, у нас два боя впереди. Пользуясь случаем, хочу сказать, что сегодня Александр Волков, ну как сегодня, завтра утром в ночь, субботы на воскресенье, Александр Волков будет биться в очень важном для себя бою, противостоять ему будет Сирил Ганн, очень опасный оппонент. И кто бы что ни говорил, имеющий поражение, да. На мой взгляд, Сирил Ганн – это очень опасный противник, очень подвижный, хорошо бьющий, чемпион мира по тайскому боксу. Александру будет очень непросто. Не знаю почему, но именно в этом бою, Игорь, какое-то у меня подождение, спокойствие за Александра. Я просто уверен в его победе.